Всем огромный привет! Сегодня будем рисовать пеной для бритья. Нам понадобится пена для бритья, стаканчики и любой краситель. У меня будет гуашь. Добавляем сначала пену. Немножко её встряхиваем. А её можно кушать? Нет. Какие ароматы! Всё, хватит, хватит. Какой цвет тебе? Синий? Жёлтый. Жёлтый хочешь? Вот такая жёлтая получается пена. Как крем получается! Здорово, да? Тушная пена. Бери, смешивай. Теперь зелёную сама. Теперь можно рисовать объёмные картины. Необычно. Получается объёмный рисунок. Олесе очень понравился такой метод. Можно рисовать кисточкой, пальчиком, палкой, ватной палочкой. Фантазируйте и творите смелее. Так что вот так оказалось делать такое очень просто и легко, просто пену для бритья смешать с гуашью. Теперь мы решили смешивать цвета. И вот что у нас получилось. Вот такая объёмная шапка получилась. Интересно, когда высохнет, что получится. Прошёл день и вся эта пена сдулась. Вот высохла. В итоге получилось изображение не объёмное, а обычное. Сейчас рисуем подогретым пластилином из шприца. Раскатываем немного пластилина в колбаску, проталкиваем её в шприц. Шприц лучше брать самый большой. Необходимо, чтобы пластилином было наполнено пол шприца. Закрываем с помощью поршня шприц и нагреваем содержимое в стакане горячей воды. Тёплый материал выдавливаем на бумагу длинными нитями. У нас часто он обрывается. И у нас вообще пластилин не самый удачный. Он очень жёсткий. Лучше покупать мягкий. Это рисование подогретым пластилином из шприца непростое занятие, но очень увлекательное. Пластилин у нас часто застаревал в шприце. И главное засовывать его понемножку. Но Олеся всё равно очень понравился этот способ. Недавно я создала группу ВКонтакте, чем занять ребёнка и отдельный аккаунт в Инстаграме Мамские идеи. Ссылки я оставлю под видео. Присоединяйтесь. Там собраны идеи для развития деток, игр, занятия, поделки, развивашки.